Буквально через полторы недели по календарю завершается зима. Но уходить так просто она явно не желает. Напоследок еще раз решила показать свой характер. Морозный и снежный. Поэтому коммунальщики муниципальной спецавтобазы ЖКХ работали в прежнем режиме. В две смены ночью и днем. По 3000 кубометров снега еженедельно. Общий объем уже в полтора раза превысил прошлогодний. Почти 150 грейдерных ножей за зимний сезон пришли в негодность. Такого давно не случалось. На ближайшую перспективу отрабатывали вопросы, связанные с подготовкой к предстоящей масленице. Мы разбирали новогодние ели. Убирали горки, которые нам будут мешать в проведении праздничных мероприятий. Практически все службы были задействованы в течение недели в этом процессе. Убиралась иллюминация. И будет еще продолжаться на следующей неделе эта работа. Потому что основные праздничные и торжественные мероприятия намечены на 25 число. Поэтому мы в принципе до выходных должны основной объем работы выполнить именно по Черногорскому парку. В самом деле надежный способ распрощаться с зимой – это устроить ей достойные проводы. Празднично и весело. Также на повестке дня сегодня вопросы весенней генеральной уборки города. Специалисты УКХТ выявляют появившиеся за зимние месяцы несанкционированные свалки на окраинах Хакасской столицы. Как только оттает земля, коммунальщики возьмутся за их ликвидацию. «Большой шквал вопросов к нам приходит сейчас по автохламу. Именно в информационном плане мы очень хорошо отработали и показали людям, что мы этой проблемой в городе занимаемся. И сейчас очень много именно жалоб или обращений по этому поводу приходит к нам. Мы за эту неделю, по-моему, 8 жалоб отработали. По 4 уже у нас есть информация от ГИБДД о собственниках. К сожалению, получается так, что люди бросают машины в муниципальной земле, а по адресам этих людей они разбросаны по разным точкам». Кого-то из владельцев брошенных автомобилей находят в Красноярске, кого-то – в Улан-Удэ. Но правила для всех едины. Если не вывезете машины сами, то ищите их на специализированных стоянках. Компенсируйте муниципальные казни расходы и забирайте свою собственность обратно.